Известный московский ресторатор у нас сегодня в гостях. Евгений Кацин-Ельсон, еще раз доброе утро. Доброе утро. А почему так получилось, что вы действительно очень успешный такой ресторатор в московске? Вот как-то? Ну, потому что у меня очень хорошая команда. Поскольку все же дома я никому не мешаюсь. Команда вас любит. Команда меня, соответственно, обожает, потому что видят меня редко. Все работают, все счастливы. Да, думаю, так. Я слышала такую теорию, мол, самые успешные бизнесмены, это очень вообще ленивые люди, им самим работать неохота, они поэтому устраивают свою жизнь так, чтобы команда... Они все говорят, вы знаете, мой успех, конечно же, это команда. Они организуют команду таким образом, что команда работает, а они как-то в другом ритме существуют. Вот так оно и есть. Нет, ну подождите, ну а если серьезно? Ну ты до какого-то момента работаешь сам, активно-активно, сильно-сильно, каждый день, с утра до поздней ночи. Потом все меньше и меньше, и меньше, и даешь людям жить и зарабатывать. За последний год вы не стали опять работать так же, как в начале вашей карьеры? Нет, нет, нет. То есть кризис, не кризис, вы уже все равно в своем ритме живете, и у вас уже ничто не поколебает. Надо просто сидеть вместе, придумывать как-то. То есть ни ценник у вас не снизился, ни количество ценников, правильно? Нет, нет. С какой стати? Неужто правда? Да. Неужто? То есть сколько людей ходило в ваши рестораны, столько же и ходит. Сколько они денег у вас там тратили, столько же они сейчас тратят. И за последние полтора года ничего не поменялось? У нас в этом году прирост по кровазе еще 5%. Так, хорошо, ладно. А если Дантес, например? Ну, там примерно осталось старое. Лига Пап? Ну, в этом году сложно говорить, потому что в этом году чемпионат мира по футболу и Олимпиада. Ну да, без прецедента события, конечно. В принципе, неинтересно. Ну, конечно, там боя автоматом. Бурджуазии, скромное бояние бурджуазии. Да, ну, просто сейчас у нас стоит аномальная жара, поэтому не так все весело. А глобально ничего такого плохого я не вижу. Практически все рестораторы, которые приходили ко мне в эфир и в разных других интервью самих рестораторов и в аналитических данных, вообще цифры ужасающие. То есть падение или большое, или очень большое. И количество людей, то есть, собственно говоря, посетителей и тех самых денег, которые они там могли бы потратить в любом заведении. У вас этого не происходит. Как вы думаете, за счет чего? Во-первых, кто у вас был в гостях, я же не знаю. Да не важно. Что за люди? Я уверен, что если вы его зовете... Последний, последний был, ну, по-моему, Новиков был. Если возьмете Жениковского, Сережа, я не думаю, что у него в граблях какое-то есть падение. Я не думаю. Все от сегмента зависит. То есть, в принципе, такое... Мы сейчас активно, прошу прощения, мы активно развиваем нашу кулинарную лавку брать в Караваево. Ага, здесь недалеко на Покровке, по-моему, да? Вот рядышком на Покровке одна. Вот сейчас мы еще открыли на Спиридоневке. Сейчас в этом месяце откроемся через неделю на Щепкино, около Олимпийского. И будем открывать их регулярно, регулярно, много-много, там, может быть, раз в месяц, раз в два месяца. Построили большой завод, производим кучу еды. И, конечно, она пользуется большой популярностью, потому что это удобно, это практично, это интересно, это весело. И, главное, недорого. И недорого. У вас вот ключевой вопрос, недорого. Если ты продаешь там, непонятно что, за 200 долларов, извините, времена меняются. И кризис, конечно, надо все знать, и ментальность. Люди тоже начинают понимать, что почему они спагетти с морепродуктами в Италии вчера ели за 300 рублей, тут дают тебе в два раза хуже и почему-то в пять раз дороже. Ну, возникает вопрос невольный у человека. Ну, так далее. Ну, то есть, именно кризис натолкнул вас на ту мысль, чтобы сделать очень такое. Или вы к этому шли? Это изначальная концепция жизни. Просто кризис, я не очень понимаю, что кризис, ну что кризис, ну да, нефть упала. Да, конечно, есть некий кризисный момент. Просто все предыдущие ваши заведения, они не скажут, что прямо уж какие-то уж очень доступные. Там, в общем, такие цены-то вполне себе средние. Ну, абсолютно средние. Или чуть выше средние, да. Но качество какое. Ну, а лавка караваевых, это уже совсем другая история. Это уже действительно такой, почти такой, не средний такой ценовой диапазон, а ниже среднего, да. То есть, это такая... Нормальный ценовой диапазон. Это столько, сколько должно стоить, там, не знаю, пирожки, оливье и вся эта привычная нам с детства история. Была бы моя воля, я бы еще бы сделал дешевле. Просто продукты стоят каких-то фантастических денег. И сама себестоимость заставляет держать некий уровень цен. Но я бы с удовольствием бы скинуть цену. Ты должен понимать, что вот зарабатываешь столько, и больше тебе не надо. Знаете, как? Вот больше не надо. Это про вас? Вот я зарабатываю столько, и больше мне не надо? Вот столько, но долго. Но всегда. Стабильно и регулярно. Стабильно, но всегда. Знаешь, у меня вот есть потрясающая женщина, наш детский врач, педиатр, который приходит к моим детям. И там, я не помню, сколько стоит она там. А, тысяча рублей или полторы. Визит. Да, визит, лично стоит тысяча рублей. Вот сколько ты ей полторы не пихай, она не берет. Она может потратить на тебя массу времени, сделать, нет, тысячу рублей. Говорит, нет, моя цена тысяча рублей, и больше я не возьму. Знаете, мне вот очень нравится вот эта ваша последняя концепция, да, лавка этих караваевых. Я поэтому хочу спросить, опишите вообще процесс создания. Как у вас это в голове рождалось? Может, кто подсказал? Может быть, где-то прочитали? А может быть, действительно давно хотелось? Это обычная советская кулинария. А, вот поэтому? Ну, конечно, вы выросли с этого. Мы же едим в своё детство. Поэтому это то, что... Ну, извините. Сами вы ешьте в своё детство. Я его берегу, хорю и лелею. У всех индивидуально пройти. Ну? Это то, что привычно нам всем с раннего детства. Это обычная советская кулинария. Куда ты можешь прийти, забрать готовое, тоже покушать. Там не во всех кулинариях ставили столики. И можно было бы здесь же поесть. Ну, это не во всех, но в некоторых были. Какие ключевые моменты? Ну, смотри. Место, конечно же, да? Практически нет? Вот все практически, да, рестораторы до вас говорили о том, что локейшн — это самое-самое первое. Категорически не согласен. Очень интересно. Так. Вообще. Вообще не важно. Ну, вот возьмём, допустим, мы открыли в театре на Таганке, напротив метро Таганское. Братья Караваева. Напротив метро. Да. И другая, допустим, Караваевы открылись на Спиридоневке. Вообще это, считайте, подворотня. Там просто район другой немножко. Они практически одинаково идут. Потому что у метро, соответственно, ниже средний чек. Народу вроде много, но и работы больше. А обороты выручные. Выхлоп, короче, такой же, да? Такой же. А там народу меньше. Но средний чек совершенно другой. Люди совершенно другие. И эффект совершенно какой-то интересный получается. Поэтому концепцию определяет локейшн. Если вы открыли молодежный модный клуб. Молодежный. Не молодежный модный, в смысле гламурный. Нет. Это вообще не обсуждается. А вот такой модный, с правильной музыкой, с каким-то там нью-йоркским хаосом. Такой андеграундный. Ну вы же не будете открывать его на центральной улице, на Красной площади или на Тверской. Нет. Надо его специально открыть подворотни, сделать какой-то там страшный вход через подъезд, через какого-то оборванца в трене, закамуфлировать, чтобы тогда было долго полутать. Спрашивайте друзей, как вы нашли. Эту фигню. И тогда это будет достигать успеха. Поэтому этот важный очень концепция определяет локейшн. Если ты делаешь, допустим, как там делают грабли, то, конечно, это должно быть на видном месте, в большом проходнике. Все зависит от того, что ты делаешь. Но вот если мы сейчас все-таки говорим о последнем вашем детище, да, это вот лавка Караваевых, то здесь что, целевая, да, не сколько локейшн, сколько целевая, да? Целевая аудитория важна. Вокруг здесь, да? Или в офисах там, да, или живет, или работает. Должно быть много офисов, и должно быть много жилья. Домохозяйств, да? Домохозяйств, да. Которые приходят и закупаются, да? Да. То есть вот это ключевой момент. Поэтому тогда у тебя утро завтраки офисные, днем у тебя обеды офисные, вечером закупки опять офисные, плюс накладывается весь дом. Все дома, потому что они могут тоже прийти у тебя перекусить, взять с собой. А дальше возникает вопрос качества. Что всегда люди идут на качество, дай хорошее, и все будут у тебя. Вот у меня, кстати, вопрос, который я не устаю задавать всем нашим ресторанам. При таком ужасающем качестве продуктов, которые у нас здесь в Москве, как вот люди вообще умудряются приготовить, ну, хоть что-то там удобно варимое? Поэтому говорят, что наш ресторан московский самый лучший в мире. Ну, хорошо, ладно. Если они у вас такие лучшие в мире, где вы все-таки берете продукты? Там же, где и вы. Да, тогда они вряд ли самые лучшие. Через компанию. Также вряд ли они самые лучшие в мире. Надо, нет, ну, есть какие-то... Мы на рынок стараемся ничего не брать. Ничего не брать нам привозят поставщики. Идет жесткочайшая проверка качества продукции. Ну, свежести его хотя бы. Ну, все. Даже в таких, в общем, демократичных заведениях, как Лавка Кроваева? А мы покупаем везде. Ведь как вам демократичный или не демократичный? Мы же покупаем все в одинаковых местах. То есть одни и те же продукты идут, скажем, в Дантес и в Буржуазии. Более или менее, да. И те же самые продукты Лавка Кроваева. Ну, конечно. Безусловно, что если вы берете мясо, рибай, допустим, или хороший какой-нибудь стриплоид, все берут его в этих компаниях, которые его поставляют. Только одни его продают за тысячу рублей за стейк, а другие продают за три тысячи за этот же самый стейк.